Атомпарк готовится к капитальной реконструкции. Ранее именно эта зона первого микрорайона была выбрана горожанами для приоритетного благоустройства, а позже дизайн-проект, подготовленный архитектурным бюро из Москвы при финансировании Росэнергоатома, выиграл грант в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Мероприятие проходило в конце февраля 2020 года в Тюмени. Город Десногорск, Смоленская область. Началом реализации проекта обновленного Десногорского парка можно считать совещание рабочей группы 14 января. В здании администрации были намечены текущие точки приложения усилий для сдачи объекта в срок. В результате конкурса в конце 2020 года стал известен исполнитель первой части работ. Это компания из Курска с более чем 10-летним опытом работы. Более того, организации имеют опыт реализации проектов, которые технически схожи с Атомпарком. Строительная площадка на территории Атомпарка будет организована уже в ближайшие дни. Выполнять работы планируется штатом в 60 человек. Участники встречи договорились о готовности быть на оперативной связи по ходу строительства. Окончательный срок сдачи объекта – сентябрь нынешнего года. Неновогодних и рождественских праздников – традиционное время для спортивных мероприятий. Так проводится ежегодная Декада спорта и здоровья, организованная Министерством спорта России совместно с региональной властью. Ближайшее спортивное событие в Десногорске состоится 16 января. На лыжной трассе в районе деревни Генина пройдет лыжная эстафета. Регистрация участников с 11.00 до 11.45, старт в 12.00. В этот же день, но уже в Смоленске, баскетболисты «Динамо Росатом САЭС» будут отстаивать честь Десногорска в матче открытой лиги области. Начало в 13.00 в спорткомплексе «Юбилейный». В конце выпуска о погоде. 15 января в Десногорске пасмурно, небольшой снег. Днем минус 17, ночью минус 20. Одевайтесь теплее и не забывайте про наш телеканал. Всего доброго!